Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Здесь мы обсуждаем аптечную косметику и уход за кожей. Сегодня видео, которое я всегда выпускаю раз в несколько месяцев, о своем актуальном уходе. Я вам действительно много показываю различных средств, в основном это какие-то подборки тематические, но и периодически я выпускаю видео с нанесением, подробным разбором своего актуального ухода. Но сегодня я решила немножко поменять концепцию этого традиционного видео и собрать все банки, которые я использовала за осенний-зимний период. И это действительно средство для восстановления, для успокоения кожи, снятия раздражения, воспаления, даже то, что сопровождало обострение розации, с которым я, к сожалению, уже успела столкнуться в октябре. Поэтому я решила все это собрать и показать вам под названием такого ухода за кожей с розацией в зимний-осенний период, когда действительно факторы в виде сухости воздуха, перепадов температур и прочего очень сильно негативно влияют на кожу. Так что давайте начинать. И прежде чем познакомить вас со своими фаворитами ухода, за последние несколько месяцев я подробнее расскажу о своем типе и состоянии кожи, потому что это, конечно же, очень важно. У меня комбинированный тип кожи, то есть Т-зона у меня жирная, щеки сухие. Но не столько важен здесь тип кожи, сколько еще некоторые особенности и состояния. Моя кожа постоянно склонна к обезвоженности, потому что у меня есть атопический дерматит в анамнезе. Атопичная кожа в целом, это кожа постоянно с нарушенным защитным барьером, который невозможно восстановить в силу генетических особенностей. И, соответственно, она не может самостоятельно удерживать влагу, она более реактивная и так далее. Плюс у меня есть розация, которая, конечно же, под воздействием различных внешних факторов и стресса в том числе, очень часто обостряется, особенно в холодное время года, с этим я уже успела столкнуться. Но об этом у меня есть отдельное видео, что я использую, когда у меня обострение розация, посмотрите по подсказке. И с таким набором я балансирую между тем, чтобы хорошо увлажнять кожу, успокаивать ее, но при этом не перегружать и не вызывать высыпания. С высыпаниями единичными, которые вставляют стойкие постакны, я борюсь при помощи ретинальдегида в основном, либо его комбинации с ретинолом, об этом тоже сегодня расскажу, хотя видео про данный уход уже были на канале. Давайте теперь поговорим поэтапно про средства, которые я использовала. Сразу скажу, это не актуальная рутина в том смысле, что все средства из видео я использую одновременно. Нет, здесь есть как пустые банки, так и то, что я использую прямо сейчас. Очищение я люблю в зимнее время комбинировать. У меня вечером, если был стойкий макияж, да, там сэнскрин и так далее, после этапа гидрофильного масла или мицеллярки идет более интенсивное моющее средство, а утром я люблю все-таки не пенящиеся кремообразные текстуры, особенно зимой, потому что я использую ретиналь, кожа в принципе достаточно в таком сильном стрессе находится. Использовать умывание кремовое утром мне максимально приятно, поэтому покажу здесь комбо. Что касается тех самых кремовых умывашек, да, молочкообразных, не пенящихся абсолютно. Эта история не для всех, но я рекомендую хоть раз в жизни попробовать, даже если у вас комбинированная нормальная кожа, потому что часто мы заигрываемся с интенсивным очищением и не обращаемся к подобным средствам. Здесь у меня два фаворита, и каждый из них я подробно уже много раз показывала, и здесь на канале, и в моем телеграм-канале, в котором я ежедневно публикую обзоры, очень много всего рассказываю, показываю, так что обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. И, например, бюджетный, приятный и уже многолетний мой фаворит, это физиогель очищающее средство. Такие умывашки обычно прописаны для сухой кожи, но на самом деле, если у вас обезвоженные, если вы, в принципе, хотите деликатное очищение, то не пугайтесь, вы можете попробовать это для любого типа кожи, особенно в утренние часы, да, в утреннем уходе. Здесь у меня уже, я не знаю, третья или четвертая упаковка, и она уже такая полупустая, в общем, какая-то по счету упаковка. Она небольшого объема 150 мл, и текстура такого крем-геля. Вообще не пенится, минималистичный состав, я использую это даже в обострении, розации. Очень люблю, очень уважаю это средство, и особенно в зимний, в холодный период, это настоящий мастхэ. Я им умываюсь утром, либо вечером, если я весь день провела дома и не наносила макияж, не наносила санскрин, то я могу вечером тоже пройтись этим средством. Еще один такой же похожий вариант из кремовых, но с более роскошной текстурой, с более такой шикарной упаковкой, и в принципе, действительно, ощущения после него еще более приятные на коже, но оно и стоит, наверное, раз в 7, в 6, ну где-то в 7 раз больше, чем физиогель. Это молочко Клаб или Клэп, по-разному называют этот бренд, обязательно именно гамма мульти-левел, и это молочко с пометкой Сенситив, потому что абсолютно в такой же упаковке есть молочко без этой пометки Сенситив. Здесь потрясающая упаковка Soft Touch, здесь без отдушек молочко, и оно не просто крем-гель, оно действительно кремовое, и когда вы его смываете, у вас ощущение, что у вас уже увлажненная кожа, очень бархатистая, приятная, тактильная, это все очень приятно, очень экономичный расход, кстати говоря, еще более экономичный, чем физиогель, но вот есть одна проблема, что его можно было бы запросто растянуть на год, и тогда бы его цена вполне была приемлемой, но здесь срок после вскрытия 6 месяцев, поэтому обратите внимание. Для всех типов кожи я не буду это разделять только для сухой, понятно, что для сухой кожи в первую очередь, но если у вас обезвожено любого типа, если вы используете ретиноиды, используйте кислоты и любые какие-то препараты для лечения, просто попробуйте хотя бы утреннее умывание заменить на кремовые текстуры, поверьте, скорее всего, вы будете приятно удивлены. То, что я использовала для вечернего умывания после этапа демакияжа, о нем мы дальше поговорим, это вам уже известная гель-пенка новинка, кстати, от бренда Le Roche-Posay, Толеран, не путать их с кремовой умывашкой в этой гамме, которая в такой белой тубе, я ее не люблю, эту я использую уже с июля, наверное, месяца, когда она там впервые вышла, до сих пор. Осталось немного, но мы используем ее вдвоем ежедневно, поэтому для одного человека ее точно хватит на год. Можно использовать ее как утром, так и вечером, но я уже объяснила, что в зимний период я просто предпочитаю утром использовать еще более деликатную умывание, чем эта пенка. И как я уже рассказывала в своих обзорах, это прекрасная альтернатива, аналог пенки ЦРВ, именно пенки ЦРВ, а не крем-гелю. Она пенится буквально с одной капли, она подходит для контура глаз, для лица, для чувствительной кожи, она не раздражает, она хорошо моет, но при этом не до скрипа и не оставляя каких-то ощущений, там пленки или чего-то, каких-то следов на коже. Что касается до макияжа, я обязательно делаю первым этапом либо мицеллярную воду, либо гидрофильное масло в вечернем уходе. И здесь давайте тоже расскажу про фавориты. Небезызвестная вам мицеллярная вода от СВР. Большой выпуск по бренду, кстати, есть на канале, если вы пропустили. Посмотрите по подсказке. Эту мицеллярную воду я покупала все последние месяцы из раза в раз. Сейчас закончилась последняя упаковка этой мицеллярной воды. Я ее переливала из этого рефила, но она есть и во флаконе. И я решила попробовать что-то уже новое, потому что я каждый раз вам показываю эту мицеллярку. Вообще, как вы можете заметить по сегодняшнему выпуску, у меня не так много здесь каких-то прям новых средств. Я мало что тестировала прям новое. Это все либо из прошлых сезонов, либо из года в год в зимнем уходе у меня повторяется. Поэтому здесь прям, знаете, такие супер проверенные средства с небольшой долей новых таких продуктов, которые, может быть, в этом году вышли. Я купила себе мицеллярную воду от бренда Aderma, гамма Biology. Я обозревала молочко из этой гаммы и крем, по-моему, в этом году. Я взяла мицеллярную воду. Деликатная, без запаха, с минималистичным составом, очень приятная кожа. Такая же деликатная, как и СВР. Вообще, знаете, особо разницы между ними не увидела. По цене они тоже примерно из одной категории. Хорошая, мягкая, ничего лишнего, справляются с задачей. Я мицеллярную воду обычно использую для глаз. Я смываю весь макияж с глаз именно мицеллярной водой. И далее, я жду, когда это все как бы впитается, не останется влаги, и я иду использовать гидрофильное масло и далее уже умывание. Могу и все смыть мицелляркой, но вот как-то в последнее время я подсела на гидрофильное масло. Я вам покажу, какое вы тоже его уже видели. Так что из новенького вот эта мицеллярка. Она вполне хорошая, я буду дальше ее использовать. Правда, в объеме большом ее сейчас у нас нет, только по 200 миллилитров. Для меня это, к сожалению, маловато, потому что мицеллярка, такой расходник, очень быстро заканчивается. Что касается гидрофильного масла, здесь у меня повтор за повтором. Почти пустая упаковка от масла Биодерма Сенсибио, которая вышла не так давно. Его сейчас активно рекламируют блогеры. Я уверена, вы уже видели. Но я о нем рассказывала еще, как только оно вообще появилось в продаже, и с тех времен его использую. Недавно приобрела, показывала вам в распаковке новый флакон. Я не стала ничего менять, не потому что это лучшее в мире гидрофильное масло, обычное. Но тем оно и хорошо, что сейчас не хочется и лишние дужки использовать, лишнего эксперимента устраивать на коже. Я просто повторила это гидрофильное масло. Оно без отдушек, без каких-то активных масел, которые ярко пахнут. Оно вообще такое нейтральное. Но, пожалуйста, я не рекомендую прислушиваться к уникальности этого масла с точки зрения производителя и не смывать его вторым этапом. Потому что это обыкновенное гидрофильное масло, которое используется по всем тем правилам, которым используются гидрофильные масла для снятия макияжа. Поэтому, если вы будете в один этап смывать только этим маслом, то потом не расстраивайтесь из-за воспалений, черных точек, неровного рельефа и далее по списку. Поэтому его мы используем для первого этапа сухими руками на сухое лицо, добавляем воды, эмульгируем, смываем и далее умываемся вашим средством, гелем или пенкой. Это вообще классика жанра для любого гидрофильного масла. Также к разделу очищения относится энзимная пудра. Она у меня все так же без изменений. Это Holy Frog самая любимая. Да, иногда я могу по настроению взять энзимку от Babar. Но преимущественно, чаще всего, рука тянется именно к Holy Frog. Я уже делала большой обзор по энзимным пудрам, которые у меня были когда-либо. И, конечно, это мой большой фаворит. Использую я примерно ее раз в неделю. Очень редко, чтобы два раза, потому что в этот период, во время года осень-зима, кожа и так достаточно чувствительная. Я стараюсь не нагружать ее дополнительными кислотами, дополнительными энзимами лишний раз. Поэтому сегодня вы увидите больше увлажнения, восстановления, успокаивающего ухода. После того, как я очистила кожу, с этим этапом мы с вами разобрались. Понятное дело, что не всеми средствами одновременно. Я еще раз это повторю. Мне каждый раз задают вопрос, как это все одновременно используется. Естественно, не одновременно. После очищения я наношу термальную воду. Как правило, естественно, Aven. Это уже, знаете, классика жанра. И в течение дня я тоже всегда распыляю термальную воду Aven. Далее я наношу эссенцию. У меня сейчас снова вот эта эссенция от SVR. Я уже вам ее почти два года показываю. В январе будет уже два года, как я ее показываю регулярно. Это моя четвертая упаковка. Очень экономичный расход. Аппликативно руками наношу. Суть в том, что она прекрасно восполняет недостаток влаги. Потрясающая вещь. Она не просто оставляет какую-то пленку на коже. Она именно хорошо впитывается, увлажняет. Ее можно совмещать дальше сразу с кремом, либо с дополнительными активами. Я ее наношу. С ней моя кожа намного себя лучше чувствует в плане успокаивающего эффекта и в плане как раз-таки влаги в коже. То есть вот этих симптомов обезвоженности с ней у меня минимально. После этого я чаще всего использую сыворотку, потому что мне необходимы дополнительные активы. Будь то это какие-то ретиноиды в вечернем уходе после эссенции, либо сразу на сухую кожу. Либо будь это дополнительное увлажнение, успокаивающий эффект. Далее покажу сыворотки. Давайте начну с пустых банок. Вот это то, что вообще просто закончилось за последние месяцы. И я хочу показать, как это относится к осенне-зимнему периоду. Сначала у меня была вот эта вот сыворотка от АВН. Гиалурон актив B3. Здесь 6% ниоцинамида. Гиалуроновая кислота не от душек и этанола. Это классическая гелевая сыворотка, но основная ее фишка в хорошем содержании ниоцинамида, как противовоспалительном и в принципе таком успокаивающем продукте и увлажняющем, и себорегулирующем, и далее по списку. Это еще и антиоксидант и так далее. Мне она нравилась, преимущественно в утреннем уходе использовала, так как вечером у меня, как правило, какие-то там интересные активы, которые не совсем вяжутся с нанесением сыворотки дополнительно. Мне она понравилась. В принципе, я бы даже ее повторила. Нет такого, что, знаете, есть какие-то к ней вопросы. Она со своей задачей абсолютно точно справляется. После этого я открыла сыворотку. Просто уже, знаете, тоже мне как-то неловко уже про нее рассказывать, потому что это, наверное, седьмой или какой-то там флакон за все время, сколько я с ней знакома. Это Лерош-Позеттолеран дермоаллергоз сыворотка, которую я обожаю, постоянно вам показываю. Как только какая-то реактивность, чувствительность, покраснение на коже, это лучшее, что можно использовать в плане сыворотки, плюс дополнительное увлажнение. Я использовала ее, далее она закончилась, и что я использую сейчас преимущественно. В плане успокаивающего эффекта в первую очередь покажу, наверное, вот эту вот ампульную сыворотку. Она уже была у меня тоже открытой, я ее тестировала и писала обзор в запрещенной соцсети, это было еще летом. Но она достаточно большая, по объему здесь 50 мл, поэтому она до сих пор у меня осталась. Это Манюфэктори, их успокаивающая гамма с вереском. У меня были пэды, я вам тоже все это уже в прошлом видео про уход за кожей рассказывала. Значит, здесь абсолютно водянистая текстура, без отдушек, без лишних компонентов, успокаивающая. Понравится любому типу кожи, как раз за счет того, что она как вода впитывается. То есть вообще никаких следов, как после гиалуроновой какой-нибудь гелевой сыворотки, вы здесь не ощутите. Наношу ее, в принципе, это восстановление защитного барьера, легкий успокаивающий эффект и увлажнение. Использую сейчас, в принципе, наверное, постараюсь ее закончить, но объем уж очень большой, возможно, на что-то буду перескакивать. И более интенсивный вариант, который я открыла для себя в поездках, потому что за последние месяцы состояние кожи отягачалось еще и моими периодическими перелетами, которые для меня были достаточно частыми в этот период. И здесь, конечно, накладывается еще сухой воздух в самолете, смена воды, и кожа просто мне как бы говорила, что ну как бы хватит, и состояние было жуткое. Плюс еще часто декоративная косметика, слой макияжа, в общем, весь список. И здесь я снова открыла, не знаю, какой опять же флакон, это потрясающая вещь. Противоречивая по своему составу, но если он вас смущает, пожалуйста, просто попробуйте, если у вас обезвоженная кожа, вы, скорее всего, будете ее использовать снова и снова. Это Lerosh Posay Gialuba 5. Здесь мы уже не говорим про то, что ваша кожа раздражена, на супер раздраженную кожу именно эту сыворотку мы не используем. Но если ваша кожа просто именно обезвожена, и она не может удерживать нормальную влагу, попробуйте. То, как длительно запечатывает влагу в коже эта сыворотка, ни одна другая так не делает. Поверьте, я как человек с постоянной обезвоженностью попробовала все, что можно. Так вот, я наношу ее перед перелетом, после перелета, при смене воды, и кожа буквально оживает и прекрасно себя чувствует, нежели без нее. Поэтому я ее чаще всего достаю при необходимости, то есть не использую прям каждый день, а скорее использую точечно, когда это необходимо, здесь и сейчас, как соцсредство. И здесь, кстати, одна треть флакона уже осталась, но я, потому что часто все-таки была в таких ситуациях, когда она мне требовалась. Она с одушкой, которая мне не нравится, она достаточно яркая, но, повторюсь, это для относительно здоровой кожи, поэтому речь про обострение розации здесь не идет. Именно про обезвоженность. Попробуйте, если даже вас смущает состав, он правда противоречивый, это надо просто попробовать. Это что касается сывороток. Здесь, на этом этапе мы, в принципе, уже обговорили. Что касается контура глаз, у меня сейчас одно неповторимое, незаменимое средство, это опять Лерошпазе, Толерандер Малерго. Я купила себе снова какой-то повторный уже по счету тюбик крема для глаз. У меня случилась пищевая аллергия некоторое время назад, которая отразилась на коже контура глаз. Такого вообще, конечно, никому не пожелаешь, это очень больно и очень страшно в какой-то степени, потому что буквально ничего не можешь больше наносить. Это единственное средство, которое не только можно было наносить, но еще и средство, которое все симптомы, в принципе, перекрыло. Поэтому я продолжаю пока им пользоваться, так как кожа контура глаз осталась очень чувствительной. Она и без того была чувствительная, но сейчас особенно. Кстати, на контур глаз также использовала и вот эту сыворотку, ее можно на контур глаз. Здесь количество нейросенсина основного актива выше, чем во всех остальных продуктах гаммы. Поэтому такой лайфхак тоже берите на заметку. Далее давайте немножко с объем последовательности покажу такие дополнительные средства ухода, именно маски. А точнее, одну маску, которую я покупаю с 2019 года и каждый раз вам ее показываю. Считаю, это лучшей вообще маской для увлажнения кожи, лично для своей, потому что у всех свои фавориты. Это маска Avene, увлажняющая, успокаивающая маска, по-другому еще называется для сияния кожи. Наносим на чистую кожу толстым слоем, она впитывается в пересушенную безвоженную кожу за 10 минут, и остатки уже убираем салфеткой. Я ее повторяю каждый раз, не знаю, какой это уже был тюбик, это закончился, и вот буквально я купила следующий, но он тоже уже начинает заканчиваться. К сожалению, в зимний период расход у нее достаточно большой, потому что я ее делаю там по 2 раза в неделю, могу и 3 раза сделать, если это необходимо. Когда я чувствую, что даже базовый уход не справляется, и какое-то сос, средство требуется, я могу сделать эту маску, и она помогает мне сразу. То есть кожа сразу перестает выдавать вот это ощущение стянутости, раздражения, она успокаивается, и в принципе переносит все остальные какие-то стресс-факторы намного лучше. Плюс из недавних находок я вам показывала уже масло сухое для лица от СВР, гамма-сенсифин, тоже как такое сос средство. Когда не хватает именно питания, смягчения кожи, я могу под крем обязательно, не в соло, добавить 2-3 капли на влажную кожу лица, и далее уже нанести крем, тоже спасает. Особенно если кожа пересушена, и в ходе использования ретиноидов, допустим, еще каких-то ситуаций, это может опять же пойти на пользу. Дальше нам осталось с вами посмотреть кремы для лица и средства с ретинолом, в принципе это основное. Плюс давайте покажу, наверное, средства для губ, которые я уже показывала, по-моему, в новинках недавних мы с вами обозревали. Лучшее средство для губ, которое я использовала за последние месяцы и пользуюсь сейчас только им, это Адерма Адер Малибур Цико Бальзам для губ. Потрясающий, заживляет, увлажняет, питает, прекрасно ощущается на губах, не конфликтует с косметикой. Это лучшее, что я попробовала за этот сезон, и это даже, скорее всего, попадет в фавориты года, я уверена, потому что прям, знаете, вот на одном дыхании использую эту тубу, и не хочу пока ни на что другое переходить. И такая не очень обширная категория ухода в этом видео, это сэнскрин, я покажу только один, и, в принципе, вам его тоже уже показывала, как раз-таки было видео про сэнскрины зимой. Я редко, в принципе, выхожу на улицу сейчас днем, прям очень редко, но если выхожу, то да, я использую защитный, такой насыщенный барьерный восстанавливающий крем, просто сразу с фактором защиты, это цикопласт SPF 50. Мне зимой его очень нравится использовать, и я лично для себя не пропускаю этот этап ухода, я уже в видео, в подсказке посмотрите, объясняла, почему это важно даже зимой. Что касается ретиноидов, здесь я бы сразу отметила, что у меня был большой перерыв использования их косметических средств, как раз-таки, потому что в октябре у меня было обострение розация, подробно показывала фотографии, рутину, обсуждала с вами даже психологические моменты этих состояний в телеграм-канале, поэтому важно быть на него подписанным, если вам это интересно. И сразу вернуться в ноябре на холифроксу, любимый, я не могла, потому что здесь достаточно большая концентрация ретинальдегида и ретинола вместе, 2,5%. Я решила, что это хороший повод и потестировать, и в принципе сделать такую себе ступень перехода с помощью ночного крема Avengy Alluron Axiv B3, потому что здесь 0,1% ретинольдегида, но сразу скажу, не стоит его недооценивать, потому что он очень активный, очень мощный, поэтому даже если вы не новичок, то подходите к нему, пожалуйста, с постепенным вводом и с осторожностью. Это ночной крем в потрясающей упаковке, здесь безвоздушная помпа, отсюда вы получаете продукт, предварительно его открыв, здесь нет доступа света, нет доступа кислорода, выдается сам продукт порционно, выглядит потрясающе, нижняя часть стеклянная, верхняя пластиковая, просто невероятная эстетика, использовать это действительно одно удовольствие. Этот крем я наносила на эссенцию, либо на сухую кожу сразу, и далее наносила увлажняющий крем через 20 минут, потому что сам по себе этот крем на моей коже, он не справится с увлажнением, плюс подсушивающим эффектом ретинали, поэтому оставить это в соло я не могу. Сейчас я уже вернулась на Holy Frog любимый, конечно, он в разы мощнее, но и с ним нужно еще быть более аккуратным. Я сейчас его использую через день, на ежедневное для меня too much я не могу перейти сейчас, то есть если летом это было окей, и там весной, и то зимой настолько у меня еще более чувствительная кожа, чем обычно, что на ежедневное я уже такие вещи использовать не могу. Но мне важно это использовать, я показывала фото как раз до-после в телеграм-канале, потому что при использовании ретиноидов, ретинола, либо ретинальдегида, у меня не возникает единичных высыпаний, как раз таки и нет пост-акне, с которым потом очень сложно бороться на чувствительной коже, поэтому при использовании постоянно я просто забываю о том, что такое единичные высыпания вообще, но если какие-нибудь только мощные внешние факторы на это не повлияют. И теперь давайте посмотрим последнюю категорию, это кремы для лица. Больше всего в зимний период я обожаю использовать два продукта, которые на первый взгляд не заходят вместо классического крема для лица, но мне очень даже. Я делала по ним отдельное видео, посмотрите по подсказке. Это Биодерма Цикабио крем и это Лерош Позетика Плазба 5 Бальзам. Как вы можете заметить, одна пустая в каждой категории, вторая новая упаковка. И это тоже, я не знаю какие по счету, я постоянно их держу на полке. Они на самом деле из одной категории, это средства для заживления поврежденной и раздраженной кожи, но на самом деле могу сказать, что они для меня разные, у них разная текстура, разный набор активов, и в какой-то ситуации один лучше, чем другой. Но выбрать один на постоянку у меня не получается, хотя меня постоянно спрашивают, почему вы какой-то один не выберете, что лучше взять. Просто попробуйте один и другой, решите для себя. Что касается цикопласта, он кстати обновился по формуле, если вы пропускали, я об этом уже говорила, достаточно давненько уже было, ну почти год назад. Но тем не менее, только сейчас до многих эта инфа доходит. Это бальзам достаточно жирненький, окклюзивный, предназначенный больше для топичной кожи, то есть для себодефицитной, но в некоторых состояниях, когда это поврежденная кожа, раздраженная, в состоянии безвложности в том числе, либо если вы ищете такой зимний крем в плане того, чтобы защищаться от мороза, насколько это возможно при помощи уходового продукта, то попробуйте. Он есть в миниатюре 15 мл, я использовала 100 мл, сейчас открыла 40 мл в тубу. Я использую просто как крем для лица, особенно на ночь и до выхода на улицу в том числе, да вообще могу постоянно его использовать, потому что кожа максимально раздражена, часто реактивна, и именно с ним она идеально восстанавливается, жирный блеск после него меня никак не смущает. ЦК Биокрем. Менее окклюзивный, менее плотный по текстуре, но все равно воссоздающий такую защитную повязку на коже, потому что предназначена для кожи с повреждением. Опять же, это аналогия Сурьяж, Боридерм, Авенсик, Альфат и так далее. Это вся одна категория, отличается текстурами и наборами активных ингредиентов. Обожаю, тоже могу нанести, сразу кожу успокаивает. Кто-то любит, кто-то не любит этот лайфхак с ним, но мне, знаете, уже очень много лет эта история помогает, поэтому в зимний период особенно важно эту штучку держать на полке. То есть, да, я использую обычные кремы в том числе, но как только какая-то непонятная ситуация, я вижу, что кожа раздражена, что есть какой-то зуд, что есть какая-то реактивность, я просто наношу одно из этих средств вместо крема для лица, и все, в принципе, приходит в норму. Далее покажу то, с чем я успела соприкоснуться, и то, что можно, опять же, отнести к зимнему уходу за кожей, но так или иначе, подробный обзор практически на 3 из 4 этих позиций я уже в Телеграме расписала. Первое, это, опять же, не аптечный уход, но я не могу ни рассказать, ни показать, потому что он гремит во всех соцсетях. Это крем от Селимакс Дол Барьер. Он действительно потрясающий состав имеет, и в плане восстановления защитного барьера супер. Но есть у него особенность, это не хорошо, не плохо, это особенность, которую стоит учитывать. Этот крем впитывается в ноль, то есть он на коже не остается, как цикопласт, а мне важно на коже оставлять, ну, такую, скажем так, защитную пленку, потому что иначе у меня кожа быстро начинает терять влагу, мне не хватает такого крема, ощущение, что не хватает увлажнения. Поэтому этот крем супер, я уже расписала, что он прекрасный, прекрасный состав, он понравится даже жирной коже, когда нужен какой-то восстанавливающий крем, потому что он впитывается в ноль. Но мне от него максимального увлажнения не хватает. Но, тем не менее, вы можете его рассмотреть. Также во время обострения розации в октябре я столкнулась с вот этим кремом. Это топик крем успокаивающий, из успокаивающей гаммы, именно в текстуре РИШ. Их там три гаммы. Этот крем есть даже в гайде по розации, в обновленном гайде, который, кстати, недавно вышел. Этот крем, знаете, просто хороший базовый. Он не обладает супер-противоспалительным эффектом, но он и не триггерит кожу, что тоже очень важно. Он без задушек, максимально питательный и увлажняющий. Версия РИШ самая жирненькая, самая маслянистая. Маслянистая, знаете, даже для меня. Поэтому здесь аккуратнее. Если вы такое не любите, то, возможно, вам стоит взять версию флюида, либо просто крема в этой, крема Лежер в этой гамме, потому что там есть прям градация из трех. Вы можете выбрать, что вам понравится больше. Такой достаточно прям барьерный защитный крем, который у меня был уже в прошлом сезоне. Я вам просто хочу показать его, напомнить. Это Урьяш Ксимоз. Именно крем для лица версия. Это в первую очередь крем для кожи с атопическим дерматитом. Он создает такой барьер на коже для как раз-таки атопичной кожи с экземой, в том числе раздраженной, поврежденной, очень сухой. Чтобы не наносить жирные эмаленты для тела, которые оставляют очень яркий маслянистый финиш, сделали они отдельную версию для лица. Она классная, если вы ищете именно что-то барьерное, защитное, опять же, для использования в холодное время года. Например, Хорош. Я даже перекрывала им активы, ретиноиды. В принципе, тоже для этих целей окей. И последний, который я покажу, более такой базовый, универсальный, но тоже очень приятный в использовании. У меня уже здесь одна треть баночки закончилась. Это Виши Лифт Актив. И, внимание, именно версия для сухой кожи новая, которая с отдушкой. Я буду писать скоро отдельный пост. Две одинаковые баночки после реновации выглядят одинаково, но они принципиально разные. Эта версия именно с отдушкой. Именно новая после реновации. Мне нравится. Он очень классный финиш оставляет на коже. Не какую-то силиконистую маску, а именно хорошую увлажняющую текстуру, бархатистую. Подходит под макияж и хорошо увлажняет кожу. Не триггерит ее. Он и не успокаивает, но он и не раздражает, что тоже очень важно. И со средствами Виши, с кремом именно редко такое случается. В принципе, это все, что я вам хотела показать. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Пишите в комментариях, что из этого вы тоже использовали. Либо используйте свои любимые продукты для зимнего ухода. Также не забывайте подписываться на YouTube канал, на Telegram канал и поставить пальчик вверх, если это видео вам понравилось. А мы с вами встретимся в следующих видео. Пишите в комментариях,